плавание это свобода наслаждайся процессом и результатом каждого грибка в экипировке бренда джоз и школы плавания swim rocket плыви ракетой вместе с джоз и swim rocket да многие из вас приходят в бассейн чтобы подготовиться к заплывам на открытой воде открытая вода это естественно длинные стаирские дистанции а что же делать тем кто любит скорость и спринт если честно я обожаю такие тренировки и вариантов интересных тяжелых и качественных упражнений у меня просто масса кстати на 50 и 100 метров у многих из вас будет большая вероятность получить официальный разряд это будет еще один повод гордиться собой в этом видео я дам вам программу тренировок на скорость а меня зовут женя я мастер спорта и тренер школы плавания swim rocket пуру-пуру-пу давайте представим себе человека который хорошо плавает и готовится к дистанции 50 либо 100 метров кроль что здесь самое важное первое это естественно скорость второе это дотерпеть вторую половину дистанции на той же хорошей скорости на этом и сегодня и сделаем акцент я дам вам основное упражнение разминку и заминку вы делаете комфортную для себя и комфортную для вашего времени потому что все люди плавают разную разминку я например всегда даю метров 200 кто-то из тренеров дает метров 400 500 600 и так далее поэтому уплывите комфортную для себя дистанцию и разминайтесь перед основным заданием и если кто-то не понял разминка это не вот это вот а конкретно в бассейне разминаемся и так вы размялись и мы приступаем к основному заданию основное задание будет написано вот здесь вот вы можете его заскринить и пользоваться написано он естественно на языке пловцов если вы не понимаете о чем речь у нас уже было видео про то как расшифровываться язык пловцов но естественно в этом видео я вам тоже все расшифрую и так серия у нас на самом деле очень тяжелая если выполнять ее качественно мы плывем четыре серии каждая серия включает два полтинника кролем в больших лопатках 6 грибков мы делаем максимально быстро следующие 8 грибков мы делаем спокойно интервал между полтинниками отдыха 15 секунд то есть вы плывете один полтинник вот так вот больших лопатках 6 грибков максимально быстро 8 спокойно приплываете полтинник 15 секунд у вас есть на отдых 15 секунд прошло вы выплываете второй полтинник ваша задача прям резко переключать скорости то есть 6 грибков вы тут же взрываетесь плывете максимально быстро и следующие 8 вы тут же останавливаетесь и плывете максимально спокойно дальше мы плывем с вами 2 по 75 метров 25 метров максимально быстро 25 метров спокойно и следующий последние 25 метров снова максимально быстро это все мы делаем властах то есть если первые 2 по 50 мы делали в лопатках сейчас лопатки мы снимаем надеваем ласты интервал отдыха у нас снова 15 секунд то есть 75 проплыли 15 секунд отдохнули следующие 75 поплыли здесь ваша задача держать максимальный темп на первом и на последнем четвертаке последний четвертак будет самый сложный потому что это вторая половина дистанции естественно конец этой дистанции поэтому здесь прям терпите вам будет казаться что вы стоите на месте что у вас ватные руки-ноги но прям стиснув зубы терпите вот это у нас получилась одна серия то есть у нас еще раз одна серия это два полтинника плюс 2 по 75 таких мы делаем 4 серии между полтинником и между 75 мы отдыхаем 15 секунд между каждой серии мы отдыхаем до полного восстановления полное восстановление это пульс за 10 секунд ниже 22 либо по самочувствию смотрите сами если вы отдохнули можете начинать следующую серию задача в том чтобы вы в каждой серии на каждом отрезке на каждом участке прям выкладывались по полной потому что если вы не будете выкладываться максимально на тренировках ваше время на соревнованиях на спринте не сдвинется с места и того основное задание у вас выходит на один километр целом если вы будете выполнять все качественно и отдыхать до полного восстановления это займет немало времени если вы тренируетесь 45 минут лучше это задание отложить если вы тренируете час и больше то прекрасно подойдет для вашей тренировки здесь я говорю время учитывая разминку и заминку после этого задания потому что перед лопатками перед ластами нужно хорошенько размять свое тело и потом естественно вы должны устать и мы полностью закупываемся до полного восстановления то есть полностью отдыхаем и не тут же выбегаем и бежим домой те кто хочет улучшать свое время на коротких дистанциях запомните одно главное правило чтобы плавать быстро нужно плавать быстро поэтому на каждой тренировке вы должны выкладываться в полную максимальную силу естественно где это требует задания где у вас разминка где у вас спокойно упражнения где у вас задание на закупывание и откупывания, вы плывете прям максимально спокойно. Не тратьте свои силы на другие спокойные задания. Где надо, плывем спокойно, где надо, прям не жалеем все свои силы и выкладываемся по полной. Многие могут думать, что спринт это легко, но это на самом деле колоссальная и тяжелая работа, но очень интересная. Друзья, поэтому я приглашаю вас в нашу школу плавания Swim Rocket. У нас есть групповые тренировки, есть индивидуальные тренировки, на которых вы сможете подготовиться к любому своему заплыву. А также у нас есть внутришкольные соревнования, где вы можете попробовать себя и на коротких дистанциях, и на длинных дистанциях. Называются эти соревнования гонки ракет. Ссылка на соревнования и на нашу школу будет в описании. Друзья, если вам интересно смотреть ролики для пловцов хорошего уровня и также вот, например, как и этот с программой тренировок, то обязательно напишите это в комментариях, мы будем понимать, что делать их надо больше. Ну, а с вами, как всегда, Воложение. Всем пока-пока!